рада приветствовать всех на своем канале сад без секретов я светлана налетова я садовод и сегодня мы будем с вами сеять зеленые удобрения сидираты нужно сказать что сидираты это просто уникальные растения они с вредителями борются и глушат сорняки их корни разрыхляют вашу почву а зеленая масса улучшает плодородие вашей земли становясь отличным органическим удобрением вот на этой грядке у меня рос лук я собрала урожай в августе и сразу же посеяла горчицу я вообще считаю что белая горчица это один из лучших сидиратов потому что она быстро набирает вегетативную массу она наращивает мощную корневую систему но пожалуй самое главное что она обладает бактерицидными свойствами эффективно борется с возбудителями болезней и я вам советую в обязательном порядке посеять осенью такой сидират как горчица если в сезон вы находили на своих растениях признаки заболеваний вообще осенью использовать сидираты очень удобно потому что когда вегетативная масса нарастает до нужных размеров вам в принципе даже не нужно будет ее заделывать в почву просто выпадет снег и под ним растения весне сами собой перепреют но есть одна тонкость если стоит теплая погода то вам нужно срезать растения до того как они начнут цвести иначе из полезных сидиратов ваше растение превратятся в сорняки еще один вариант использования сидиратов это в качестве озимой культуры вот например на эту грядку я планирую высадить озимый чеснок а в междуряде я посею озимую рожь это тоже замечательный сидират рожь очень удобно в применении сеять ее можно долго до начала октября и когда следующей весной сойдет снег рожь начнет активно и быстро прорастать и я например весной зеленую массу срезаю и оставляю в междуряде чеснока в качестве мульчи нужно сказать что не существует идеальных сидиратов и лучше если вы на своем участке будете сеять различные культуры только нужно запомнить что сидираты крестоцветных а это например горчица рапс масленичная редька их нельзя сеять там где вы планируете посадить капусту или другие крестоцветные а вот например для картофеля белая горчица это идеальный предшественник потому что она борется еще и с нематодой и проволочником если вам понравилось это видео ставьте лайки и подписывайтесь на канал сад без секретов а в комментариях предлагаю обсудить какими сидиратами пользуетесь вы удачи